Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Матфея 5, глава, 14 стих. Это мы читаем толкование блаженного филакта Нового Завета. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Толкование блаженного филакта. Сперва соль, потом свет. Доброго утра. Учение сначала неприятное. Потому что обличает человека. Но потом оно делается утешительным, ибо просвещает ум его. Кто обнаруживает делаемое в тайне, тот есть свет мира. Эфесянам 5, 13. Все же обнаруживаемое делается явным от света. Ибо все делающееся явным свет есть. Апостолы просветили не один народ, но весь мир. Так получает их подвязаться и быть внимательными в своей жизни. Ибо на них будут смотреть все. Не думайте, говорит он, что вы будете укрываться в каком-нибудь углу. Нет. Вы будете на виду у всех. А потом старайтесь жить непорочно, дабы не сделаться соблазном для других. У меня возник вопрос, Игнатий Тихонович. Я тут живу и наблюдаю за вами, естественно, за окружающими. Я вижу, что вы лидер. Какими должен обладать качеством лидер? Люди, раз слово вести, лидировать. А то летчиков у них сейчас ведущий и ведомый. Ведомый идет сзади, а ведущий, который впереди, этот сзади его прикрывает. Я однажды прочитал в журнале, у американца возник вопрос такой. Во время войны случается то, что командира убили первого. Там снайперы или как. И вот теперь надо людей вести в атаку. Но командир был, в смысле, майор. Следующий за ним капитан. Там лейтенант старший, лейтенант, младший лейтенант. Но никто не вызвался. И вдруг сержант один выстакивает за мной. И сбросили врага. Почему не следующий за ним по званию, а этот ушел? Это не один случай такой был. Да это все нормальная, субординация, кто кому подчиняется. И вдруг теперь этот в атаку повел, а он меньше позвонит. А намного меньше. Даже не офицеры, а старше или младше, даже какой-то там сержантский состав. И американцы выявили, что у лидера, если он настоящий лидер, не на один день, не на один бросок, а через бруссер, у него должно быть шесть качеств. Шесть. Вот вы сами подумайте. Лидер в семье. В семье, что отец лидер. Главный лидер среди детей, это в какой-то форме уже проявляется в самом малом возрасте. Значит, самое первое качество лидера, допустим, вот мы решили строить деревню. Мысль такая, строить деревню свою и вернуть сегодня, ну, минимум 30 тысяч. Найдется разных мест таких. Будьте очень внимательны. Вот первое, это воображение, качество. Вот они никто не записывает. Дайте бумагу. Ну, посмотри, где. Вот, превышка. Все сидят, уже лидер. Ее видно. Вот она лидер. Она соскочила, первая. Эти сидят, мертвым духом. Дышат. Все. Ну, лидер закрылся на гармонию. Вы разумное создание. Где ваши статусы? Люди работали. Это военные коллеги там собирались, обсуждали многократно. Перед удалением. Первое, качество лидера воображения. Что это означает? Означает, заранее я должен пределиться. Мы начинаем строить деревню. Как ее зарегистрировать? Что потребуется? Какие люди? Какой устав? Как питаться будем? Откуда строим материалы? То есть, у меня еще ничего нет. Мы еще в городе. Но мы должны заранее. Допустим, человек, Валент, он должен знать, что здесь? Здесь река. Через реку могут враги пробраться в каком месте? Он должен воображать и понимать, что место перекрыть. Теперь. Холм рядом. Как я к этому холмку наносился? И захватят ли враги его? То есть, воображение. И чего еще нет? И он дает этот человек совет. Вот, допустим, мы собрались в гости здесь. Это не лагерь, стран никакое. Все вместе собрались сейчас здесь. У лидера, если он лидер, у него воображение. А что будет дальше? Мы приехали. А если хлеба нет? А можно ли печь? А если печь, что мука? А достали ли ее? А если что-то случилось, заболел? А как к врачам? То есть, ничего еще нет. А если здесь непогода? А что мы будем делать, когда дождь подряд будет несколько дней идти? А если чужие люди нападут? Бывают пьяные, приходили, приезжали даже. Ну, воображение. Воображение. Нарисовать всю картину. Что будет? Вот летчики вылетели. Ну, я рассчитываю. На сбоя будет пятеро. А стой со мной летит 50 самолетов. Воображение. Я считал про Покрышкина. Когда летчики уставшие, там много вылеток сделали. Они прилетают. Надо отдохнуть. А он опять на трехнажере. Маленькие самолетики. И он начинает. А если с этой? А солнце оттуда? Как не успеть так, чтобы солнце мне в затылок светило, а врага ослепляло? Это воображение. Он сидит и самолетиками с товарищем играет. Поэтому, когда подобная ситуация случится, у него же все обдумано. Допустим, американцы первые вышли на Луну. Ну, когда Гагарин, то воображения никакого нет. Посадили, он сидит, ждет. Включили, полетел. У него ни рычагов, ничего не было. Один раз полетел. С земли включили. Сел благополучно. А на него там сколько разбилось. Их нигде не поминает даже. Но когда на Луну готовили, вот тут надо было думать. Во-первых, от того корабля, который дойдет, должен отслоиться модуль. Модуль это совершенно автономное управление. Теперь, все сфотографировано. А если поверхность не такая? Ну, отсюда все не рассмотришь. А если куда его садить, а он на бок сядет, ему уже не взлететь. То есть они мертвые, там будут. Воображение. Кто первый полетел? На Луну вступил? Кто? Нейл Армстронг. Нейл, Нил. Нейл Армстронг. Арм это рука, стронг крепкая. Вот надо же. И когда спрашивали после этого, а почему его? Мы говорим, его никогда не видели отдыхающим. Он непрерывно на тренажере работает. Вот допустим, нужно сделать 112 движений. В каком порядке? И на Луне так и получилось. Когда в воду стал садиться, и вдруг увидели, что там валуны, которые не могли приборы снять. А у него настолько определенно, что если секунду лишнего будет, то уже не взлететь горючего не хватит. Вымерено было так. И он все эти движения сделал в нужном порядке, в воду посадил. И взлетел. Нейл Армстронг. Однажды советские участвовали в каких-то не олимпийских, а может олимпийских играх. Вернулись, и ни одной победы нет конькобежцы. Ну и спрашивают, а почему? Ну как, мы надеялись вот так. Ветер оказался встречный. А тут прошел дождь недавно. И застыло, и неровный лед был. Хорошо. А вот этот, там, кто-то, датчанин или кто-то, он шесть медалей заработал один. Кому вы говорите? Да ему хоть по наждачной бумаге лежать, ему разницы нет. Почему? Непрерывно работает и разные варианты берет. А если вот такое случится? Лидер. Воображение. Второе. Знание. Ну какой он лидер? Когда ни разу не записал, даже за кого пас. Он должен знать, как пасти. Они не поинтересовались. Я за них это должен думать. Мама, иди. Последний, кто пастет? Я знаю, кто самые хорошие пастухи. Это Устина. Это не секрет. Они далеко гоняют. И сами расспрашивают. А остальные, лишь бы коровы не потерялись. Знание. Пастух, можно знать трава, где какая вода. И как аппетит у коровы развить. На солнышечки изменять надо. Она пить захочет, а после этого нормальную траву ест. Знание. Знание это не только про коровы. Это все. Вот человек другой говорит. Земля плоская, у него знаний никаких нет. Если она плоская, вот такая вот, то солнце везде одинаково светит. Но в другом месте ночь. Мне звонят, а сколько у вас? 12 дней. А у нас 12 ночи. Американцы. Ну если земля плоская, как? Явное дело, что это шар. Он с той другой стороны находится. Двоечники. И эта сатанинская ложь ведет за собой другие. Знание. Первое воображение, второе знание. У тебя знание доживает по всем областям. У меня был очень близкий знакомый, слепой. Лютых, фамилия такая, Лютых. Георгий Иннокентьевич. В 6 лет отцу у него с обед. А обратно пошел, уже весна. Развелась вода, его с мостиком сшибло. Ну и глаза песком все это ему было. Так вот он так знал много, что к отцу Геннадию поехал. Мою беседу услышал с отом Дмитрием. Мы его 2-3 раза привозили, а потом самостоятельно, слепой, из Каннска под Красноярском приезжал. У него знания были. Отец Геннадий не мог определить даже границы его незнания. Где? Знания его, чтобы не взял, он знает. Я к нему в гости приехал. И мало того, он слепой, совершенно у него белки и больше ничего. Печи делает, дом строит, переплетает книги. Всю службу знает и всем подсказывает. Я знаю многое, но этого я не знаю. Я знаю жития святых. А он знает, какого числа кто? Это 1173 числа. У него знания. Второе – это знания. Надо учиться все время. Главное – знать Библию, содержание ее. Знать ее толкование. Знать православную веру. Какие молитвы, богослужения. Знания. Второе. Третье – это умения. А что толку? Это все знает. Голова, как земной шар, а дела, сердце, песчинка. Третье – качество лидера. Это умения. Вот оно, видишь, наше лагерь. Покажи. Мы знаем, как приехать. На пустое место. Как шалаши построить в один день. В один день колодец выкопать, наловить рыбу, на разъезд садить, молока купить. То есть мы это знаем, но теперь это сделать надо. Мы пришли, они говорят, а ну молоко продали. У нас нет. Четко и ясно. В любую погоду мы там будем. Это за нами. Неустойку заплатите нам. И они чувствуют крепкая рука. Это четвертое качество – решимость. Да там никого нет, да там нападают, там ковары, вот там клещи, там псевдополитные, там змеи, крокодила. Решимость. Мы очистим эту землю, ни одного крокодила не будет. Ни одного клеща не будет зловредного. Решимость. Решимость такая, что если это с врагом, мы еще не начали наступление, враг уже белый плах выбросил. Они понимают, перед нами не стоять. Вот спарта так и воспитывали. Сейчас ребенка не трогайте, не занимайте. Это гнилое поколение. А ну, ты посмотри, вот, сидят на компьютере, показывают. Чеченские ребятишки играют, стреляют, бегают. Друг друга через себя перекидывают там. Его учат. Колючая проволока, она тянута, ему надо проползти, не задеть ее. Пятилетняя. Пятилетняя, игиловцы учат. Это бойцы. Спарта, и проверяя ребенок, больной, не больной. Больной, попытается лечить, нет, значит, его в пропасть сбрасывают. И мы исполнили ребенку два года. Все, мать прощается с ним навсегда. Можно когда-то встретиться. И они теперь знают все. И там, где была спарта, там никто не устоит. Их учили день и ночь. И выпустил экзамен. А у нас как экзамен? Уроки ответят там. И где? А у них просто так, так? Дорогой Вова. Уроки закончились. Теперь экзамен. А вам нужно знать, какой экзамен. Так, чтобы духу твоего не было здесь. Пошел вон отсюда, собака голодная. Ты должен теперь... Тебя пнули под задницу и выгнали с этого института. А ему 15 лет. Вот теперь оденься как следует. Устройся на работу, жми. И другим помогай. А как? А это твое дело. И мы знаем, качества такие и имеют человек. Ну не смог. И сколько там было погибло, Володя, тогда? Не помню. Ну, спецназ. Оказался не на высоте. Ехали этот руководитель. Их сбросили там где-то в Амазонке. Кажется, 28, которые подчиняются ему спецназовцы. Все погибли. Ошибки природа не прощает. Погибли все. И вот этот Белл, Гриллс, этот, выжить, выжить, на что бы таки стало. И в пустыне, и вредяки. Везде его сбрасывают. И он показывает, как надо выжить. Мы увидим, где-то маленько пахнет. Пахнет. И так, руки, бэк, стирать. У него этого ничего нет. Он смотрит. Сдохный тюлей. Он его разрезает. А там щель. Он щель, это белки. Сгребает этих щелей белых в рот. В пустыне идет. Как он с коброй борется. Наконец-то отсекает ей голову. Зарыл надо сразу. Иначе она мертвую укусит. Зарыл. Шкуру снимает. Отвернулся и ее пописал. Пописал. Поднял кверху в атаку этот щулок. И пьет вода. Главное, вода. Отвратительно. Нашел кал слона. Кал слона. Выжимает. И пьет. Там такая грязища идет. Главное сохранить. Вот, говорит, остров, корабли. Там озеро какое-то. До ближайшего пункта там 350 километров. Показано 57 человек. Трубой все убраны. Он один двигается вперед. У него с собой камеры там снимают. Люди его. И он показывает как. Он знает про все растения, которые ядовитые. Которое такое. В котором есть вода. Как плод сделать. Лианами переплетает. Как он плывет. Как ловит рыбу. Ничего в руках нету. Ни удочки, ничего нет. И он ловит. На ночь как. Рядом тигры ходят. И как он уцепляется там. Как себя привязывает к скале. Значит, первое. Воображение. Еще не начато. Весь процесс должен ты знать. Знание. Это надо учиться день и ночь. Умение претворить в жизнь. Это решимость. К Серафиму Старовскому приходили. Люди и говорили. Ну почему у нас не получается? Он говорит, решимости не хватает. Один раз ушел и все на этом конец. Где-то видно на такое. И дальше уже скажи. Куда иголка, туда нитка. Иголка кто? Муж. А нитка жена. Без всяких узлов. Иначе оторвешься. Почему так много разводов? Под камущеньки. Мужчина это решимость. Это скала. Для тебя защита есть. И пропитание и все. Вот допустим. Трудно заработать хлеба. Голод такой. Заработал, принес. Дома двое-трое ребятишек. Кого первым делом накормить? Все ребятишек. Глупости. Первым делом накормить мужика. Почему? Они съели, он голодный, его на работу не примут. Все, это последний ужин у них. Детям чуть-чуть. Главное ему, чтобы он сели, его приняли на разгрузки угля, где он работает. Завтра будет уже мясо на столе. Понятно? Надо прозрительно смотреть, а не хлюпенькими быть. Значит, четвертое качество решимость. Согласны? Да. Пустыня, не пустыня, мы одолеем. Ну, судьба человека, Михаил Александровича Шолохова. Там он сам оказался. Один, Андрей Соколов, бомба попала около разгрома, и дом был. И прямо их семья, вся себя погибла. И он в столовую заезжает, я однажды видел мальчишку такого-то. Ну, ему лет шесть. Кто еще даст где-то? И он ему крикнул, Ваня, иди сюда. Он как кинулся, папка, ты нашел меня. А в самом деле его Ваню звать. И он говорит, мы сильные, Ваня, мы переможем. Судьба человека. Повторяю. Вот этот фильм, посмотреть надо детям. Какое мужество показано. И они выходят в люди. Он говорит, ну это, видишь, курии, да у него с тесто прихватывает. Пятое качество, которое не все понимают. Беспощадность. У лидера должна быть беспощадность. Да как? Да мы же христиане. Не торопись. Беспощадность к разгильдяйству. Мы договорились, договорились. Мы договорились, ты встаешь рано. Я сегодня успел туда приехать, оттуда еду. Моего нету Владимира. Мы договорились, как? Я спрашиваю, да кому договорились, что они принесут? Я скорее сюда, было бы это. Успеешь? А он ее забыл, я уснул. Допустим, так. Я уже доверять не буду. Я сам верну за это дело. Вот апостол Павел, просто открывай. Он вместе идет с Варнавой. И с ними Марк. А Марк племянник Варнаве. И где в одном месте он отстал от них? Почему? Или он соскучился по мамке своей, пошел домой. Или там мозоль на ноге у него была, трудно идти. Но когда в следующий раз идти, и он понял, как их встречают, с какой славой. А апостол Павел говорит, нет, шалишь. Ты отставил нас? Нам не легко было. То, что рассчитано было на троих, теперь на двоих. Сиди дома с мамкой. А Варнава говорит, ну он же молод. Ну прости его, Павел. Не прощаю. Тебе нравится, берем. Говорит, хорошо, я его беру. Павел остался один. Тогда он отбирает силу. И с этой силой, с новой силой пошли. И золотого ответа, это хорошо, что у них там разногласие получилось. Надо решить быть разногласием. Да мы явлены были более сильные. Теперь два светильника в одном месте, говорит, это слишком шикарно. Они в разных местах. Два сильных человека. А Варнава ему близок. Когда против Савла были все, никто не доверяли. А он ему земель, остатой в местности. И он его ввел в круг христиан. Ему Павел то же самое условие поставил. Нет. Он оставил нас. И никаких больше нет. Надо, иди с другими. Вы поняли? Два один раз там сделали. Я сразу сказал, убрать их. Какие-то пастухи на полтора часа раньше загнали. Еще минуты выигрывай. Десятки раз смотри на часы. Главное вино у них вот он. Так? Или не так? Да. А ты говоришь, я таким не буду. Я буду на часы смотреть. Теперь мама пошла пасти. Берет вас. Вот мы избрали правильный путь. Беспощадность к своим проступкам. Я знаю людей, у которых пять качеств есть. А шестого нет. Здесь можно мужеством. Я так воспитан был. Я старший в семье. У меня все получается. Но шестого качества не продается. После беспощадности шестое качество. А оно самое, окажется, может быть, ценное для создания чего-то. Шесть качеств достаточно, чтобы ты с одним пошел куда-то. Без шестого качества у тебя больше трех человек не будет. Ну какое такое, сразу все запиши. Привлекательность. Привлекательность. Можно так держать в ежовых рукавицах. Ну и из ежовой кожи там держать. И слушаться будут. Сталин. Вот это. Гитлер. Надо, чтобы было шестое качество привлекательности. Человека там нет этого. Он в другом месте. Но тут как часы у него все работает. Все знают, где он. Он не участвует в этом деле. Но все здесь находящиеся, они понимают его присутствие. Он в эпицентре событий. Это качество достичь невозможно. Этим жить надо. Когда люди понимают, он все делает для того, чтобы всем было хорошо. У этого человека обязательно должен быть юмор. Не старай прячься. Понимаете? Я говорю о том, что должно быть. А если он все время только так, я сказал, из-за пустяка хватается, нет, уходи. Нет. Разогнал его, создать еще не может. У меня были такие. Да, ходить, это дело священника. Но у нас не запрещено, береги, но в могилу ходить. А было такое, да, или ходил, а он мерянин. А тут уберешься. Ну, покойник здесь, никого больше нету. Ну, я тогда не буду в этом участвовать. Покойника бросили, один остался. И тот ушел, и другой, и покойник один лежит. Ну, он покойник, он не может стать и сказать, сейчас не в этом дело. И ты прав, и ты прав. Значит, сейчас никого нету. Это не ходильница никакая. Ну, положили, так, в чашечку такую, чтобы по православному обычаю где-то. У меня были такие. Привлекательности нет. Почему? Причина здесь, я понимаю, мое понятие, может быть, там я не считал, это он не сделал первый шаг к христианству. Рожденный свыше никогда не спорит. Да как не спорит? А как доказать свои силы? Доказать ты можешь, но не спорит. Я сказал, а они не приняли. Все, я свободен. Знающий истину, он возвещает ее, а не знающий спорит. Я вот такое выражение, это мой афоризм. Его сейчас подхватили в интернете. Вот это, говорит, я не знал записать, надо себе запомнить. Спорит тот, кто ничего не знает. Да как вы спорите, найди хоть одно место, где я спорил. Одно. Два не надо. В интернете где-нибудь. Я сказал, да, у меня такая вот мизерная власть, сходить по одной плашке. Сказал, не мыть. А, все доказывают-то, когда гниет. Я его отстраняю, начинаю мыть сам. Привлекательность, а этот человек поймет потом. Ну, я больше никогда, никогда не буду. Вот она сидит, а доверьте мне, я выжму там капли, нет тряпки. Пожалуйста, прихожу, больше воды нет. Они начинают изо рта, из кружки, чтобы пыль прибить. Пыль не прибивать. Или начинают пыль собирать выжатой тряпкой. Не брызгать, нигде. Спасаем пол. Значит, первое качество. Повторим. Воображение. Второе. Знать. В этом деле все. И по писанию, и везде. Вот я делал занятия одновременно в пяти университетах. Я хвалюсь моим Господом. В пяти. Десятки школ. Все отделы милиции. Все воинские части. Отмечаю на все вопросы. Три радиопрограммы ведут. И ни разу, нигде ни с кем не спорил. А почему? Пока я сказал, человек маленько полагает. А я не знал, по самому пьете так. А если он желает спорить, я не спорю. Я просто отхожу от него и все. Я сказал теперь, усвой это дело. А ты рот раскрыл, это как отверстие в корабле. Все провалилось. Ты дай созреть мысли. Ты вот о чем говоришь, а я это прочитал уже где? У Иеролима Стридорского. Я на Златоусте я начитывал. Только на считанных мной в интернете примерно 50 книг, томов. А есть еще где-то? Пока нету. По сегодняшний день. А как мы решили? Ихаки, чувства. Народ задыхается в незнании. Надо дать знания. А как? Чтобы умели. Я должен делом показать. Вот выбрана деревня. Вот с нуля начинается. Составлен устав. Какие люди будут. Какой порядок. Как относиться к земле, природе. К людям, приезжающим. Какие порядки. Какие опиши выстоят. Какие охотники будут приезжать. Зимой. Что с ними делать? А я для них заранее приготовил место, если приеду. Чтобы ничего не разрушали. Заранее наготовил дрова. А это знаешь, как привлекает. А мы тут замерзали. А тут пришли. У вас все готово. Повторяю. Знание дает очень многое. Истинное знание открывает. Когда человек признается, что я не знаю путь к знанию. Вот эти колокола, башня там Ивана Меликова. Я это вижу, но меня это не привлекает. Это все пустое. Это так быстро уходит. Четвертое качество. Умение. Решимость. Решимость. Я решительно встал на это дело. На полпути ни одного дела не бросаю. Так не получается. Люди разбежались. Ничего. Я целый. Я начинаю работать. Ничего нельзя сделать. Я заболел. И меня на коляске возят. На коляске. Это же такая операция на позвоночнике. Ничего. Я молюсь. Придут люди. И вдруг. Перед самой операцией приезжает сюда доктор медицинских наук. Заместитель губернатора. А мы знакомы. Яков Нахманович Шойхет. Еврей. И он мне говорит. Самое дорогое ставить. Это платиновые там прокладки. Когда вырезают. Я постараюсь, чтобы у вас было. Это Бог так делает. Накануне, как мне выезжать. Он приезжает потеряем. И приезжает из-за того, что у нас было много привет. Вот Роспотребнадзор нас скажет. Он раздавил. Ничего подобного. Мы существуем. Слово лагеря нет. И теперь приезжаешь. Ты приехала с сыном. Эти приехали с ребятишками. Эти четверо. Мама вон на кухне есть. То есть приехали в гости. Она эта власть пока не постигает. Мы решительно решили защитить лагерь. Защитить детей. Ни один ребенок в них руках не побывал. Суд подали. Они подали в суд. На их стороне суды все. И Бог дает судью, которая ни рубля не высчитает. Не высчитали ни рубля. А дальше я считаю. Лагерь такой-то. Штраф полтора миллиона. Какой-то. Меньше никого нету. У меня ничего нету. Нету и не надо. Моя задача потом найти этого судьи и отблагодарить книгами. Я их всех найду. Вот это чувство благодарности является привлекательностью. Самое маленькое. Что-то сказано, сделано. Я обязательно найду. Найду этого человека и отблагодарю. Я несказанно богат. Как Иннокентий Сибиряков. Он на золотых приисках. Я на золотых книгах. Последнее качество. Найтруднейшее. Привлекательное. Ты не упорный. Не упрямый. Ты можешь любому объяснить и перетащить на свою сторону. А я сказал, по-моему. А нет. Я очень часто отступаю. Вот мы это сделали. Решили. У меня план какой-то. Вышел. А я вижу, росы нету. Так все, перебываем все. Да ты сам сказал. Сказал. Я не видел, что росы нету. Теперь мы решили туда. Полдня. Ну, уже немедленно взял. Почему? Репей созрел. Я второй раз меняю то, что есть. То есть у тебя должна быть гибкая программа такая. А после обеда на жуков голове вышел. Все. Мы все сделали когда-нибудь. У нас запрещено привозить животных сюда. А почему? Хватает. Идут, я отменяю. А сейчас с собаками они приехали. До робота. А почему? Потому что, во-первых, не в лагере. А здесь есть, где отдельно собак привязывать. И мы находимся здесь, есть где варить и прочее. То есть, меняется обстановка, меняется моя тактика, моя программа. И люди это понимают. Мне говорят, взрослые, военные, военные там, полковники. Как мы так смогли сделать? Тут не разрешила обстановка была. Я умею примирить. У нас один был, военный. Дети его здесь. И он говорит, далеко ездить, все-таки Одесса. Мы в лагере остановим. Он один раз увидел у меня конфликт. Я, говорит, затаился. Думаю, как же он ее разрулит? И, наконец, одна кандидат наука, а другая их два считает. Одна православная, другая православная. Да старая обрядка, упорная. И, однако, там не сломили, этих не победили. И он сразу подошел и говорит, эээ, лагеря у нас не получится. Мне бы никогда не разрулить. Вот это шестое качество. То есть я остался друзьями, с обеими. Это проще всего. Она хамит. Она неправильно. Она дерзит. Слышали, как я рассуждаю? Надо понять обстановку. У человека средства самозащиты другого нет. Никакого. А это она не может отделить, что изменилась обстановка. Ну, не хватает. Теперь провели беседу. Вчера ничего не было. Тихо. Все хорошо. Все хорошо. Вот это последнее качество. А его можно предусмотреть, как она в ответ будет? Нельзя. Я проверил. Я говорю, мне некогда. Я ушел. Я ушел на молитву. Я ушел на молитву. То есть связь с Богом. Человеку два качества нужно. Родиться свыше и быть в один духом святым. Все остальное Бог тебе положит. Поняла? Поняла. Все на этом. Благодарю. Аллилуйя. Давай там, кто-то есть еще. У меня вопрос. Карита, сейчас сюда ляду, чтобы я слышал. Вот качество лидера, их шесть. А если человеку наиболее из всех качеств запоминается одно или два, это говорит о том, что, например, они ближе мне по душе? Это хорошо, даже очень хорошо, но без тех качеств тебе лидером не быть. Ты все сделаешь правильно. Мне бы сказали, а на какое вы особенно напираете? Ни на какое. Я всю жизнь как будто готовился к этому. Я и не знал. Ну так это американцы, военное время, а я нет. Я стал исследовать и увидел. И у святых точно так же. Почему именно в Пахоме стал? Почему? А почему не те монахи, которые потерпево восстали? А он все предвидел. Зашел, представьте, три тысячи мужиков здоровых. Так, претензии есть какие-то? Жалобы есть? Жалоб нет, все нормально. Один-то посещал, молоденький. Но я хотел сказать, а почему горячей пищи в обед нет? Как нет? Я же сказал, чтобы горячая была. Монахи говорит, так никто не садится. Как никто? А он? Один пацан. Что было? Ну они ковры там, эти, сыновки плели. Он следующий раз через неделю пришел. Ну жалобы есть? Этот опять выскочил. А ва, а не, 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 это на стол не ставят в обед до вечера. Да я же сказал. Ну мы сделали, а ва. Ну никто не садится, он только один. Э? Не так. А что вы делали? Пятьсот ковров соткали. Где они? Ну на складах уже, выносят на базар, там на конкурсы. Так, вытащить сюда. Все сжечь, сейчас же. И все сожгли, и все затихли. Ой, деспот-то какой, вагру-то какой. И что подобного. Все замолкли. Вот чем надо заниматься. Это беспощадность. Пятьсот сыновых сожгли. Да это бы мы тут зерна купили. Разговорщики. Убрать. Да это из-за тебя, Миша. Ну что ты натворил тут? А он сидит и хлебается. Борщ, все. И теперь ставьте на стол. Может еще один сел, еще один. Один борящий там и просит. Так охота козленка, чтобы сделали там мне плов. Ты ж монах. Мясо нельзя есть. Да знаю, нельзя. Охота. И вот они. Пёрлись. А до него дошел. Он говорит, эх, вы же стаковые. Да он всю жизнь постился. Хлеба досыта не ел. Да разве ему это помешает. Савсенебесном-то. Сейчас же козленка заколоть и дать ему. Понятно. Вот это привлекательность. Она группировала. Людей внимательно смотрел. И видит Федора священный. У него близкий такой. Юноша. И все писание знает. Он говорит, Федя. Следующее собрание будет. И в них без монастыря придут. Скажи, проповедь. Как монахи забунтовали. Да он соплян такой. Это я уже по-сегодняшему говорю. Да вот. И встали и ушли. Он их нагнал. А вы чем ушли? Да кто доверяет кому-то? Мы не хуже знаем. Вы до конца-то не дослушали, что он скажет? Ну вернитесь. В чем возвращаться? Это ясно дело. Любимщики у тебя. И все. И это кончилось тем, что стали короли ломами, кирками, вывергами, чтобы убить настоятеля. Сатана просто так не оставляет людей. А Федя сказал проповедь. Они возмутились. Мне не раз говорили. Да у него не образование, еще ничего, слушайте. А я везде подчеркиваю. У меня нет специального образования. Нет. Но тонны литературы, ни килограмма. У меня за трещами. И ваши университеты я высоко не ценю. На мне никто не пахал. Я выпрашивал у Бога. Вот он, пожалуйста, выпросил. Пожалуйста. Наверное, молодцы. Спасибо, Пристос. Поняла? Да. Так, давай там еще одну. Нет. Так, у вас у кого вопросы есть какие? Нет. А вопрос один. А завтра хоть будем? Нет. А завтра хоть будем? Так, сидите прямо. Я столько раз говорил. Не облокачивайтесь. Не расслабляйтесь. Вы забываете. Помогли, а память слабенькая. Один раз сказали. Все. Запомнил и повторил. Вот вчера мы работали там. А Виктор Николаевич, сообщник этого, во Франции. Он не знает. Он знает, что дом зарос. А когда высохнет осенью, одна искра побежит. До дома эта искра и сгорит. Я фотографирую. Проходит. Я фотографирую мало. А тут фотографирую раз, другой, третий. Ну, где-то 50 снимков сделал. Где-то выкосили, я фотографирую. Ну, домой пришел, посмотрел. И давай. Которые похожи. Мы уже вынесли, там трава, знаете. 37 фотографий получилось. Я сегодня всем во Францию послал. Во Францию послал. Виктор Николаевич увидит, как в травах, как зарастало, и с какой стороны шли, и как мы, Василия, этот фут сделали. Три метра на три и метр. Это 9 кубометров травы только. Ползина может козу кормить. А мы заложили туда ее. Я ему послал 37 фотографий. Ну, конечно, у меня должно быть знание. Как, если у нее 3 мегабайта, а уменьшит. На 60 раз выдавливает ее. А ему не для газеты. И видать хорошо. И теперь я знаю программу есть. Да и давай по-анному. Как раз Голубева прислала много. Много. Я не знаю сколько, но думаю не меньше 40 фотографий и роликов. Я там все уже снял. Вытащила. И отдельно, теперь отдельно буду смотреть. Голубева Екатерина Геннадьевна. Вот так. Качество лидера. Так. Главное качество какое? Первое. Воображение. Воображение. То есть заранее ты должен знать, куда ты поехал. Про меня ты слышал. Не будешь маму слушать, зато смотри. Дальше. Знание. Знание, да? А ты знание хочешь больше иметь? Значит, надо больше заниматься. Не только прыгать и купаться. Вы даже умеет билять. Под водой как можно дольше быть. И когда будете уже уметь, вы здесь около берега потихоньку в камышах сядете. А на той стороне туда выдадите. И чтобы волна не пошла. Это есть такие смелые люди. Он с ножом нырнул, а немцы купаются. Он среди них раз под водой одного коня своё идолой. Ну я фильм говорю, это советский такой хороший фильм. Так. Четвёртое качество какое? Умение. А? Умение. А это третье. Решимость. А четвёртое? Решительность. Да, решимость. Решимость. Я пошёл, назад не отступлю. Мы начали потерять. Вот тут большая неприятность. Правители, все остальные против. Комбайнов нету. Надо землю взять. Земли нету. Взяли, не можем обработать. Всё позади. Среди наших игрок один фермер. Ещё один был. Ну так. И всё. А теперь этот. Представьте, я косилку новую купил. 100 тысяч. Вот сейчас два круга. И вот так это. Я говорю, а где издают? Это польская. Ну ясно дело, они продают. Не без выгоды. А который привёз. Я уже там подсудился. А за сколько? До тысячи четыре. Вот интересно, а ты у вас просишь? У нас есть. Жена не знает, сколько мужа пенсия. Всё таится. А то есть страх и всё. А здесь горох продают. Я подошёл. А почём горох? А вот такой-то. А сколько у вас только-то? Это терейте. Сын старший у старосты барабаши. А за сколько? За сколько? И с улыбкой. Всё с улыбкой. Всё есть. И уже направили. Зять приехал там разбирается. Марк Калашников. И вчера уже они здесь. Вырубили всё. Мне показалось, что он её в зонписке даже работает. Она у него. Пятница. И она у неё трава только летит. А почему? Вот эти два круга большие, они друг друга не достают. А там такие кривые, но на большой скорости, как ложечки. И она... Ну надо знать было, они какие-то вот такие согнутые. Я вчера его заснял, будет ролик. И он решительно, Игорь, решил купить. Он же не знал, как она будет. И всё. Вот это тоже на качество лидера. А остальное, ну как уж Бог даст. Лидер настоящий. Но у нас лидер кто в стране? Ну не Димон, как поют дядя Вова мы с тобой. Путина избирает уже третий раз. Четвёртый раз. Четвёртый уже раз избрали его. Ну через два срока. Двадцать срока можно подряд. А потом так. Он лидер. У него, в первую очередь, знания, воображение есть. Он сотрудник КГБ, полковник. Работал в Германии. Знания языка, хорошие связи. Фигура подходящая. А дальше у него решимость. Решимость. Ну и с врагами, которые он беспощаден. Это у Гитлера, когда писали, вот, 17 мгновений у вас весны, и везде написано, к врагам, а проехать беспощаден. К врагам, а проехать беспощаден. Это необходимо лидеру. Иначе его задушат. Не надо, так вот, нам это, а я сказал. Ну сказал, в этом всё равно изменилось. Это глупо, держаться за то, что уже явно не в пользу твою. Так, пятое качество. Беспощадность. Это понимать надо знать как. Это не всегда срабатывает. Допустим, кто-то не так поступил. Ты разбери, посмотри. Может по незнанию. А может идёт такой разгильдярь. Договорились. Пришли, а его нет. Она либо пограла те летишек своих. Ну и привлекательность. Привлекательности научить нельзя. Всем качествам. Пять качеств можно тренироваться. Можно научиться. А шестое качество это природное. Вот привлекательность человека и всё. К нему люди тянутся. Едут за советом. По нужде где-то. А другого или опасаются там, или боятся. Разные причины есть. Привлекательности нет. Подражателей нет. Вот так. Я понимаю, как растолковываю. Я стал проверять вот эти качества на лидерах, которые были в войну. Военачальники, Черняховские, самый молодой генерал армии. И другие. Рокоссовские. У него ничего нет. Но вышел из плена. И которые идут там группами. Их уже не проверяют. Они в плен не попадали. Он их к себе, к себе и набрал вот таких людей, которые всё испытали. Ну а потом показал себя. Константин Константин. Ещё Сталин очень любил. Вот так. И при том он очень заботился о солдатах. И как? Солдат не жалеть. Бабы новых нарожают. Как говорят жуко, вестник. Второй мировой. А этот болел за каждого человека. Это сильно привлекает. Он заботится. Что были обуты. Одеты. Сохранили себя. Не вылазили нигде. Тщательно делал разведку. Языка. Как? Языка даже где-то старался сохранить. Он же ради жизни это дело всё рассказал-то. Но и только это он не нужен. Сохранить его, как говорят, много открывается. А тот послал Жуков. А отхалкир был. Полковник пошёл. Ночью. Ну не будешь кричать мне пароль-то. В тумане. И он не нашёл. И к утру вернулся на свои счастья. Не нашёл. Он же постарался расстрелять. Каждый день пять шесть человек расстреливал. Полковник. Его учить надо сколько. Он не нашёл. Он не враг никто. Расстрелять. Он вообще жить сейчас не во что. А солженистом говорил о сбережении народа. Я вам потом принесу архипелаг ГУЛАГ. Что это за книга. Большего влияния на политическую обстановку в большой стране. Ни одна книга в мире не влияла. Не считая Евангелия. Так. Ну всё. Там никого нет? Ну ходи, сходи, по-другому. Позови. Так. Никогда в это время не рисуй. Не води где-то. Это отвлекает. Вы рисуете, да ничего. Потом выбрасываете. А то лишь бы только куда-то в мозге разжижить. Ничего не рисуй, Никогда говорят. Так, садись туда. Давай, давай, давай. У меня нет вопросов. Да давай садись, пожалуйста. С чего у тебя не свои личные вопросы? Писание ты считаешь, слушаешь. У них же вопросы? Да, я задаю по ходу. У меня появляются вопросы. Если у тебя Володя спрашиваю, интересуетесь. Так я уже получила ответы. Уже получила. Больше ещё нету. У меня только лично. Готова ли я работать? Я лидером. Ну да. Это я? Легко. Лидером быть. Полину, Аполиналью. Аполиналья не слушает. Вот уже всё. Лидия насыпался. Я ни об одном человеке ещё не сказал так. А он ничего не знает. А они глупые. Никак. Я глупый, что не нашёл с нему дорожку. Но знаю мой такой характер и проще. Вот я нахожусь у Кирилла Сахарова. А в это время, прошло немного времени, музычку убили. Сашка Билый. Слышала? Военный там такой был. Крутой очень человек. Там он пришёл к прокурору. За галстук таскает. Тебе женщина пришла. Ты почему не обратил внимания? У неё обобрали всё. В следующий раз придётся, ты не сделаешь это дело. Я тебе повешаю. Ну и там Абахов приняли решение его устранить. Никто не знает кто. И как его стреляли, убили. Я пришёл к Кириллу Сахарову. И он говорит. Вот со всеми мы. С баптиистами, админитиистами, с католиками, с мусульманами. У вас хорошие отношения. А вот могли бы установить отношения с Сашкой Билым? Он такой, что даже не выскажешь. Крутой. Я говорю. А мне не надо даже думать об этом. Это я. Это я до обращения. Мне с Сашкой Билым и говорит. Не очень. Он мне родной и близкий. Я так же многое недополучил. Так же от советской власти издевалась. У него, кажется, три дяди погибли в ГУЛАГе. Я его понимаю. Сашка Билый, это мой брат. И я ему сказал. Саша, обратись. Это путь смерти мне был. Я готовился убивать. Быть террористом. Я уже с пяти лет буквально знал, кем я буду. Но Господь усмотрел другой. Ты будешь зародать. Тебя будут гнать. Вот так. Находи язык. Саполинария. Ей нужна крепкая рука. Есть у нее интересы где-то. Она любит прыгать, махать крыльями, но пока подняться не может над землей. Я не раз вижу, как она бежит, и крылышками машет, но не отрывается от земли. Сделать так, чтобы все-таки отрывалась. Вот здесь у нас вы уже вряд ли будете, когда оказать помощь такую, как Реча. Это Господь. Чуть-чуть секунды, только она не задел. Ты весь в этом. Голову закатил, идешь, буквально сантиметр. Все полетело бы. Но бы и шел бы подальше. Лидера может быть. А какой лидер из него? Ты вот обошел бы на 2 метра, чтобы даже не подкатили до Петровича, а ее даже не привели к шабаку. Чистая случайность, что не полетела парад на пол. Какой же ты лидер? Разведенные, которым потеряли жены, это не лидеры. Не лидеры. В большинстве своем. Может быть, от него и не зависит. Но как правило, я вижу, так и есть. Чтобы такая женщина самостоятельная и удержала мужика, то он кому нужен-то. Работает, а вот как. Нельзя не внимательным. Все толще. Драть его и выгонять. Вот так. А потом разбирайся, кто прав. Сейчас. Вопросы. У меня по поводу рождения свыше вопрос был. Почему я говорю, что лично? Потому что у меня... Завидение рождения свыше, отец Геннадий Паспорт. Это в общем. В общем, я понимаю. Но я аргументы нахожу, и вроде бы как рождена я свыше, и аргументы нахожу, что еще далеко мне до рождения есть. Я вижу, что держишь иногда. Бывает, да. А, бывает. И в кого ты превращаешься? Ой, вообще. Агрессивный человек. Я сама себя, как тогда, боюсь. Да. У тебя деревянное лицо сразу делается. Да. Это не годится. А я могу неделю не разговаривать. Да. Вот так. И нехорошо. А улыбнись и дальше. Вот мы за нашей матери, Мария Егоровна, никогда этого не верили. Никогда. Она всегда веселая была. Десять ребятишек, ни одна Полина. Десять. И муж инвалид, его еще надо утром обуть. Выбрать из дома. Накормить. В баре пойти его мыть. И рядом бабка, через дорогу, мать ее живет. И она всегда веселая. И веселье ее, это не улыбка, а истощение вот этой виду доброты. Понятно? Я не могу это обказать. Хотя, может быть, от матери я имею. Враги. Появляют где-то, но они быстро исчезают. Она сразу же бежала к ним на пригорение. За что-то где-то совершенно не за что. Она даже скажет, ну, да я же не говорил о этом. Ну, ладно, я пришел тут, Семен Книшков. Мария! Мария, я говорю, а где Тихон? Да, колхозное собрание сегодня. Колхозное собрание вот на углу Ягушков. Тут жила Груня, она незабучная. Мужа потеряла. Он у Груни сегодня там вечер проводит. Мать говорит, ну что, подумала сейчас, пойду, возьму палку, окна переколочу. Моя мама. А потом подумала, дура ты, дура, еще из этого получится. Я нет. Лучше раз Тихона нет там, не буду еще делать, пойду сама на собрание. Послушаю. Пришла, а он как огурчик сидит на первом ряде. А она тогда к Семену, да ты что же сделал-то? Тетка Мария, я хотел посмеяться над тобой. Понятно? У ней было так, а другой раз она говорит, обидно, конечно, сказали-то. Ну, женское это сердце. Я говорю, взяла ребенка, она перезалезла и уснула. Все. А утром она забралась, ничего того не было. Ничего. Вот это характер такой, когда она никогда не замыкалась, что не говорить, там, этого не было. Мы подошли к утренему. Затраку. Почему к утренему ездили? Все. Ты, я говорю, сюда ты больше никогда не приедешь. Это далекий путь вообще. Хорошо, что приехала. А как Поля, да, к бабушке? Поля, не жалеешь, что приехала сюда? Сколько ты тут поимела? Сегодня, если хотите, можно пойти по ягодам. Сейчас ранечники ездили. Ягоды доспевают там, около железной дороги. Надо по ягоды сходить. Мы отдали все. Так, все отправили сегодня? Да. Все. Благодарим Богу. За сколько, говорится? Еще не рисуют. Еще не рисуют, я сказал. Это лидеры Росо. Они все записали. Вот так. Это не мое изобретение. Это американские следователи военные нашли. А я вам поднимаю. И стихотворение написано. Так, за стол молимся. Все, молимся. Место. Так. Сейчас. Не тронь. Не тронь. Загажешь-то. Ну, гляди, уже замахнул. Место. Ясно, что ты щипешь. Только сейчас говорил, ножни мы онять. Смотри, там сейчас пойдут. Аккуратней. 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 Это была Зелядь. Пала. Палач. Все. На молитву. Пришла. Она решила там быть. Зарыга. Господи Божий, наш слава тебе. Тепкий Создатель. Пала тебе. Прибудь с нами. Научи нас руководить своими чувствами. По твоему велению. И молитву, и Слово Божие изучать. Как тебе угодно. Между нами да будет мир, любовь и согласие. Хвала Тебя, наш Иисус. Отец, Сын и Свой Твой Бог. Аминь. Вот у меня есть такой Рустам, он крестился. Видимо, он Дагестанец. Рустик. И друг его долго нет. Он сейчас заходит. У меня такая печальность для вас есть. Игнатий Тихонович, что такое печальное? Бород избрел. А то другое там нападали, говорили, я не выдержал. Ну, а дальше говорит. Вот. Один пристал ко мне все время. И ты что, где живешь-то? Как квартира-то? У тебя своя или какая-то? До того надоел, говорит. Я решил, отметелил его, говорит. И, значит, и словами, и руками, и ногами. Дальше. Сосед курит. Я этого соседа тоже отметелил. Ну, сказал, курить нельзя. Курит прямо напротив моей двери. Он-то начал. Сразу-сам-сам-сам. Мать вышла, я и мать отметелил. Смотреть за этим надо. А там, говорю, на работе. Это одна сестра. Вышла и демонстративно. Ну, я щехвостил ее, говорит. А за нее заступаюсь. Я тогда взял и в интернет вышел в медицину, врач. И приехал там врач. И на их стороне встал. Но курил поддержал, чтобы не курили. То другое. Вот я натворил дел. Натворил теперь. Ну, я ему ответ сегодня отдал. Я говорю, ты... Ну, что ты на это упираешь-то? Мало ли еще. Ты для меня так же дорог. Я так же молюсь. Отправил ему письмо. Вы у меня один человек, который меня понимает. Вы один. А какой я один? С чего? Ну, я мог бы сказать. А, безбородая тварь, да пошел ты. Никаких. Я даже внимания никакого не обращаю. Борода это растет, а голова никогда. Вот так Серафим Саровский и Анкараштадский говорили. Поэтому подчинились. А оставляться не подчинились. И поэтому держали бороду. Хотя бы бороду. Так, за стол.